всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости моего кулинарного канала я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления кабачковых оладий которые я готовлю не совсем обычным способом и у меня они получаются красивые вкусные пышные мягкие чтобы узнать рецепт смотрите видео до конца желаю вам приятного просмотра для приготовления оладий мне понадобится 600 грамм молодого кабачка беру молодой потому что у него намного мягче масса нежнее и семечки почти не попадаются натираю их на крупной терке если у вас будет большой кабачок то тогда его обязательно очистите от кожуры и удалить семечки после чего натрите на крупной терке натертый кабачок добавляю щепотку соли слегка перемешиваю и оставляю на 15 минут чтобы кабачок отдал всю свою жидкость пока кабачок пускает воду я тем временем беру пол луковицы массой 80 грамм и средней величины морковь массой 150 грамм их мне нужно измельчить блендере беру чашу блендера нарезаю крупно репчатый лук кладу его в чашу блендера и также делаю с морковью пополам и разрезаю еще раз вдоль пополам на такие вот крупные кубики нарезаю отправляюсь в чашу блендера и измельчаю получается где-то мелкая такая крошка из моркови в однородную массу конечно не перемалывается достаточно этого пока отставляю сторону далее беру один росток чеснока и мелко его нарезаю если у вас нет раска чеснока можете просто использовать два зубчика чеснока тоже его мелко измельчить пока зелень чеснока перекладываю на тарелку думаю 15 минут прошло и теперь мне нужно отжать из кабачков воду набираю небольшую порцию кабачка и начинаю в ту же чашку отжимать воду это нужно делать обязательно всяком случае я так всегда делаю и не нравится жидкие расплывчатые кабачки поэтому я делаю более плотную массу оставшуюся воду сливаю она мне не понадобится перекладываю обратно отжатый кабачок вместе с чесноком сюда же глубокую миску перекладываю сюда измельченную морковь и лук теперь беру одно куриное яйцо и отделяю белок от желтка белок я отделяю отдельно в сухую емкость желток перекладываю кабачка с остальными овощами отставляю пока в сторону овощи займусь белком добавляю сюда щепотку соли и теперь мне нужно белок взбить до твердых пиков то есть чтобы получилась воздушная масса и держала форму для этого конечно я использую миксер белок я взбил как мне нужно вот я переворачиваю стакан и он держится так и должно быть теперь мне нужно к овощам и желтку добавить 150 грамм пшеничной муки я для вас специально покажу сколько это будет столовых ложек раз два три четыре пять столовых ложек с горкой пшеничной муки выходит как раз 150 грамм теперь эту массу мне нужно хорошо перемешать забыл еще один ингредиент который входит состав оладий это пищевая сода я добавляю 3 чайной ложки теперь мне нужно аккуратно вмешать взбитый белок в массу интенсивно перемешивать не нужно желательно это сделать аккуратно но быстро беру крупный противень размером 30 на 40 застилаю пергаментной бумагой бумагу смазываю растительным маслом и теперь выкладываю на противень со смазанной пергаментной бумагой мою кабачковую массу для оладий оладий я люблю руками и формирую также руками придаю им форму нужная мне высоты и диаметра масса абсолютно не липнет к рукам поэтому ее удобно брать в руки и выкладывать из всей массы у меня получилось ровно 10 оладий теперь я их выбираю разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут по истечении времени я оладий переворачиваю и отправляю в духовку еще на 5 минут запекаться при той же температуре и через пять минут оладий готов можно их сразу перекладывать на тарелку оладий сохранили свою форму не растеклись остаются пышными и мягкими если вы будете готовить по такому же рецепту оладий у вас получатся точно такие же красивые а главное вкусные пышные оладушки главное что не нужно использовать на это большое количество растительного масла да и вредно есть вообще жареная вот так вот красота и лепота ну а с вами я на этом прощаюсь благодарю всех кто посмотрел это видео до конца не забывайте нажимать под видео палец вверх мне это очень приятно пишите свои комментарии под видео которые мотивируют меня на продолжение ведения канала и съемки новых видео рецептов если вы новенький и вам нравится контент моего канала то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео желаю вам всего доброго